всех приветствую на канале технобар плюс это предварительный обзор смарт браслета для фитнеса mi band 4 nfc начинаем ребят продолжаем обзор браслет зарядился до определенного уровня теперь что вам необходимо чтобы начать пользоваться данным браслетом 1 ну сам браслет то есть он зарядился и таком вот режиме ожидания находится то есть написано pr first это означает что вам необходимо изначально первую очередь дайте сопряжение стилю со смартфоном вот смартфон на смартфон у я уже предварительно закачал приложение mi fit она есть play маркете от google качаете проходите простейшую регистрацию указываете приложение на русском то есть в принципе с этим проблем никаких нет вот браслет вот смартфон на смартфоне необходимо зарегистрироваться потом здесь написано нет подключен подключенных устройств нажмите чтобы подключить то есть нажимаем на смартфоне должен быть активирован bluetooth и активирован вай фай потом нажимаем что у нас это выбираем браслет далее пишет после подключения этого устройства будет информация собрана обработана следующая информация как они соберут эту информацию сразу же непонятно но соглашаемся согласен необходимо доступом доступ к службам геолокации для того чтобы подключиться к устройствам bluetooth понятно делаем этот доступ и вот пошел поиск браслета браслет необходимо располагать чем ближе тем лучше кстати пока идет поиск браслета и вам хочу подсказать такой нюанс вот браслеты которые с nfc имеет вот такой вот внизу букву п ну или n английскую то есть это означает что mi band 4 есть nfc чип который стоит там копейки наконец-то китайцы додумались его туда вставить если этой буквы нет там либо пусто будет либо кружочек ну в общем это такое либо будет mi band 4 обычный либо это будет какой-то фуфловая подделка вот ну пока мы с вами общались думали браслетное нашло ошибка подключения еще раз повторяем ничего страшного такое бывает так вот он ищет браслет браслет как можно ближе сейчас он сделает снова запрос на подключение вот pr в band то есть дать согласие на сопряжение сопряжение произошло удачно вот устройство найдено восстановление настроек устройство браслет какие настройки старого устройства это если у вас был уже заведен аккаунт в этом приложении то есть вы про и пользовались либо смарт-часами либо браслетом либо там я не знаю амазфит бип либо амазфит стратос либо еще какими-либо часами от производства компании сяоми а конкретно там бренд хуами идет вот то есть вот так будет вас захочет восстановить какие-то данные но это все я зарейсировал заново поэтому блокировка браслета браслет будет заблокирован если вы снимите его с вашего запястья ну это как бы нам не нужно несколько видов активностей 6 вид активности тут на я думаю что виды активности будут со временем с прилетающими обновами на браслет а они прилетают довольно таки часто будут добавляться виды тренировок дальше свайпаем что-то не нравится дальше используйте браслет для управления воспроизведения музыки на вашем телефоне к чему это не нравится дальше ну ладно значит так китайцы посчитали нужным в общем тут показывается то что браслет на браслете можно управлять то есть композиция вперед назад громче тише пауза play это уже хорошо и так далее требуется доступ к режиму не беспокоить пережить перейдите в настройки теперь самое важное необходимо вот эти вот все настройки браслета переходим на стройке и так доступ к режиму не беспокоить вот находим наш мифит приложение разрешаем ну разрешили хорошо дальше возвращаемся заново заходим снова в мифит кликаем по разрешить фитнес-браслет смарт-бэнд вот секунду поднесите браслет к телефону это уже изначально прилетело обновление наверное соответствующая скорее всего региону где вы находитесь я нахожусь в украине поэтому сразу же автоматически прилетело обновление чем быстрее у вас bluetooth версия на смартфоне на браслете она идет версии 50 что уже само по себе хорошо то есть от версии зависит скорость передачи между устройствами вот сейчас идет обновление ресурсов поднесите браслет ближе телефон но ближе уже некуда в принципе можно так вот на стол положить не знаю сантиметров 10-15 ничего не случится вот пока идет обновление ресурсов скажем кое-какую информацию то что фишка этого браслета конечно же основная что тут есть nfc чип можно расплачиваться в магазинах после того как вы заведете карту свою туда карту можно отложить дома смартфон можно положить дома по крайней мере по предварительной информации такой момент присутствует и вы свободно ходите с браслетом вам не нужно носить с собой никакие деньги достаточно только знать сколько денег у вас на карте вы подносите при неважно где в супермаркете магазине цифровой электроники либо там вещевом магазине каком-либо либо в аптеке хлебобулочных изделиях и так далее там где есть терминал с функция поддержки nfc а есть он везде по крайней мере мы к этому стремимся присутствует функция google play то есть и с помощью этого браслета вы можете расплачиваться вот довольно таки полезная штука поскольку браслет за свои деньги топ вот так разрешить приложение mi fit совершать звонки управлять ими разрешаем разрешите приложение mi fit снимать фото и видео это наверное для того чтобы поставить либо где-то на штатив либо покласть телефон опереть на что-то и совершить съемку кликнув на полна соответствующий пункт браслете разрешаем также вот дальше найти браслет кстати функция интересная нажимаем браслет начинает вибрировать на руке там либо день в кармане в куртке я конечно не знаю как эту вибрацию можно услышать но факт тот что это все оказывает так мониторинг пульса ночной режим если включить внимание ночной режим значит в браслете будет присутствовать затемнение самого дисплея поскольку все-таки это дисплей улет матрица амалины либо улет либо амалетку то есть она кушает много энергии все равно несмотря на ее экономичность поиск мелодии мелодии по умолчанию запуск фоновом режиме вообще по приложению мифит сделаем отдельная ролик если в этом будет необходимость но будет не будет я все раздела для того чтобы вам лучше разбираться в нем вот лаборатория что такое лаборатория блокировка браслета не затягиваете ремешок браслета слишком туго или слишком свободно так это может повлиять на точность измерений ну да слишком туго затягивать затягивать не нужно нужно но чтобы он и не болтался на руке приблизительно на один палец от запястья на высоте располагать его необходимо ну да ладно версия по кстати можно проверить версия по у нас в 1.09 68 так ладно это все с этим ясно разблокировка экрана эта функция для того чтобы при поднесении смарт браслета к своему смартфону вы смогли разблокировать экран то есть не надо нет необходимости вводить отпечаток нет необходимости там включать распознавалку по лицу вот ну либо цифровой конечно либо графический ключ необходимо поставить но то такое браслет конечно лучше удобнее но все равно если вы потеряете допустим свой браслет и кто-то его или найдет украдет не знаю из недоброжелателей вот он сможет поднести его к вашему смартфону допустим какие-нибудь нерадивые коллеги на работе вот и всю информацию в принципе считать то есть не считать информацию точнее разблокировать браслет браслетом ваш смартфон ну и сами понимаете дальше смысла говорить нет итак отложим пока смартфон внимание еще такой нюанс ребят на браслете здесь когда вы браслет заново капсулу вставляете в браслет она может вас как-то стать криво косо там ничего вот возьмите плотнее прижмите чтобы она стала в пазы сбоку с торцов снизу как бы вот она выравняется она вытянется и выравняется вот видите сейчас даже есть небольшой перекос но ничего страшного в этом нет посмотрим как она будет конечно носиться может чутки это изменения в самом составе полимера ремешка ну ладно то такое и так что мы видим на браслете отображается время день недели и число а также заряд аккумулятора и количество шагов сколько мы прошли вот для того чтобы дальше свайпами по свайп зоне она находится здесь мы нет это уже целый экран свайп зона это просто как весь экран идет уже как по свайпу то есть изначально он когда при свайпе влево выходит на плеер ну плеер у нас не синхронизирован поэтому то такое при свайпе сверху вниз мы попадаем функции дополнительно есть не беспокоить то есть вы можете этот режим не беспокоить включить да вам допустим спите там я не знаю либо ребенок спит и вибрации допустим браслет либо на столе может разбудить его либо на руке на неважно ну в общем чтобы не мешать другим будильник так что здесь есть будильник 123 но пока я насчитал три будильника это будильник можно выставить допустим вот скорее всего будильник выставляется через приложение но еще будем тестировать пробовать сколько еще будет несколько видео по этому браслету будильник функция то есть функция музыка это плеер как мы уже определили кстати по прикосновению вот этой области буковки н мы возвращаемся на шаг назад потом просто берем и вот так вот как на смартфоне передвигаем секундомер людей которые занимаются спортом не знаю бег плавание кстати заявленная водозащита этого браслета 5 атмосфер то есть в нем можно свободно плавать заниматься спортом там вот если будет либо вода принимать душ мыть руки то есть проблем нет конечно это не дайверский аксессуар для измерения глубиномера но все-таки таймер таймер вы выставляете допустим к примеру я например выставляю таймер когда было время я простудился болел то есть температура когда выставляет ставите градусник подмышку то есть включаете таймер допустим выставляете таймер очень удобно вот это минуты вверх на стрелочку кликаем 7 минут все нажимаем таймер 7 минут пусть поставили градусник чтобы не смотреть на часы не ждать когда же нам вынимать не вынимать градусник смотреть не смотреть но среднее время наверно все знают 7 минут по измерению температуры тела вот у вас просто зажжет этот таймер на руки и вы спокойно снимаете все но лучше конечно в такие моменты жизни при себе этот браслет носить потому что там и измерение пульса и так далее так вот выключаем этот таймер завершить опять же возвращаемся назад найти устройство найти устройство для того чтобы найти устройство кликаем вот сюда вот смартфон начинает так вредно пищать так но зато с помощью его можно найти смартфон бывает такое что куда-то вы идете смартфон где-то забросили либо на работе либо дома где-либо блин ну реально не удобно на браслете нажал эту функцию браслет постоянно с вами и все это дело сразу же так дальше что по меню дополнительно короче говоря смартфон вы найдете с помощью браслета найти устройство без звука без звука функция она переводит сам смартфон в режим без звука вот вы можете это видеть какие-то если ребят есть критика уточнения и так далее критика приветствуется все в комментарии ребят лайк подписка кстати от вас на канал буду очень признателен вам это очень стимулирует к написанию новых роликов вообще подписчики будьте активнее мне было бы очень приятно если бы у меня хотя бы набралось 1000 подписчиков и секрет наверно все знают для чего это и так ладно меню далее идем таймер найти устройство режим без звука дисплей и так вот дисплей дисплей можно свайпом снизу вверх менять watch face дисплея то что такое watch face watch часы face лицо то есть лицо часов или циферблат видите такой здесь есть лазурный но четко как-то watch face of маловато ну и на том спасибо вот программу кстати о по закачке watch face of я дополнительно еще буду проводить описание в своем видео следующем и так дисплей но тут настроечки на настройках что можно сделать в режиме настроек яркость добавить яркость плюс добавляем минус убавляем поставим максимальный шаг назад экран блокировки включить выключить то есть если вы его он сейчас выключен то есть без блокировки если включаем активировать экран проведите вверх для разблокировки вот смотрите как это выглядит вот я ничего не могу сделать сейчас там куда угодно свайпаю клацаю вверх для разблокировки провел снизу вверх все экран разблокирован круто так далее настройки снова заходим экран блокировки мы разблокируем нам это не нужно автоматическое отключение дисплея здесь вы выставляете в этом пункте через сколько секунд дисплей должен гаснуть он может погаснуть там через минимально через 6 секунд после того как вы повернули запястья и смотрите на него 7 секунд ну и так до 10 секунд но принципе это сделано для того чтобы экономить заряд аккумулятора вот то есть максимально 10 секунд так едем дальше чё тут все поэтому вопросу все далее уведомления уведомления также выставляются все в приложении насколько они будут читабельные на ком языке опять же это я все буду тестировать я сегодняшнего дня начинаю этот браслет носить пользоваться им активно опять же ребят у кого есть такой браслет возможно есть какой-то опыт делимся об этом в комментариях комментируем хвалим ругаем браслет меня обзоры и так далее критика приветствуется на моем канале однозначно уведомления будут приходить от разных приложений это и почта это мессенджеры это смс и так далее дальше идем погода погода вот про погода видно классно вот у нас сейчас очень жарко минус 18 на улицу лучше носа не показывать погоду показывает правильно городе мариуполе так далее тренировки тренировки какие присутствуют бег на улице в мариуполе мин при температуре минус 18 беговая дорожка это в спортзале на велосипеде кто любит активный отдых на велосипеде в летнее время пожалуйста это браслет для вас поскольку он определяет сколько вы затратили калорий там и так далее и так далее при езде на велосипеде ходьба вот ходьба самая прикольная штука поскольку наверное не секрет что для людей которые хотят наладить свою сердечную активность а также для людей которые хотят похудеть там я не знаю еще каких для каких-то целей на лучше измерять ходьбу самое лучше самое лучшее тратятся калории когда вы гуляете на свежем воздухе и чем больше вы гуляете пешком тем лучше вот тем больше расходуются калорий поскольку калории долго рассказывать при синтезе с кислородом сжигаются больше итак свободная тренировка но свободно это наверное штанги на петра нарисован чайчик со штангой ладно мы не будем пока ее включать зажимаем останавливаем стоп стоп все свободное упражнение это наверное упражнение со штангой с гантелями на тренажерах бассейн то есть при плавании опять же производится трекинг вашей активности так есть с тренировками все понятно если есть вопросы ребята пишите в комментариях буду рад всегда ответить все комментарии читаю все комментарии ни одного не оставляю без внимания то есть буду рад всем ответить карты откройте me fit чтобы добавить карты карта это как мы уже говорили основная как на мой взгляд фишка этого смартфона то есть это добавление карты ну добавление карты я вам как бы на данный момент не буду показывать поскольку это конфиденциальная информация но карту добавить опять же откройте me fit на смартфоне открываете это приложение добавляете вводите карты соответствующем пункте банковская карта добавляете вводите данные карты подтверждаете ну и принципе все вот и пользуйтесь браслетом как это будет выглядеть я покажу позже вот ну пульс пульс самое интересное пульс как он измеряет пульс вообще ребят честно говоря что касается пульсометров ну не знаю как на мой взгляд это такое я имею ввиду в недорогих браслетах ну целом конечно он ошибается он считает когда вы даже едете в автобусе едете в автомобиле все равно он считает ваши шаги ваши километражи метражи там и так далее сколько вы прошли сколько потратили калорий но сидя в автобусе вы особо калорий не тратите поэтому это все я считаю как бы кстати надо будет отрегулировать чтобы поднять ее запястья вот измеряет пульс то есть я считаю это такое профессиональные фитнес-трекеры серьезного уровня которые дают вам если вам необходимо действительно какая-то информация о том сколько калорий вы тратите там я не знаю уровень кислорода в крови там и так далее то есть это важно для вашего здоровья они стоят очень дорого ну вот компания garmin в частности вот он тут что-то он меряет 71 намерил ладно пусть будет 71 постоянно 71 на работу но вообще как бы датчики здесь стоят неплохие но п.о. и все такое оставляет желать лучшего конечно лучше если вы хотите профессионально измерять свой пульс свою активность лучше конечно купить дорогостоящие даже лучше если это действительно необходимый аксессуар для вашего пользования лучше купить конечно даже в кредит но дороже вот 81 ну ладно измерили посмотрим опять же будет все тестироваться есть чем сравнивать есть как бы другие часы на которых кстати я буду делать также обзор небольшой анонс такой часы samsung galaxy watch active 2 вот значит здесь в активности то есть статус свайпаем вверх статус сколько вы прошли шагов за день сколько вы потратили калорий так фокус расстояние которое вы прошли уведомление о бездействии вот это очень важная штука то есть когда вы допустим засиделись что-то дома покушали отдохнули ну и что-то засидели с примеру за компьютером и вас будут они уведомлять о бездействии то есть вибрацией на запястье если это необходимо то есть для вас вы выставляете это опять же все в настройках в смартфоне в приложении мифит и будет уведомление приходить то есть виде вибрации о том что вам необходимо пройтись вам необходимо там потянуться наклониться сделать 100 приседаний кто может и 200 вот в принципе вот так ну что хочу вам сказать браслет неплохой впечатление первое впечатление распаковка и обзор нас так получился первичный хорошие на браслеты сейчас на данный момент присутствует много различных ремешков но у меня черный вообще как бы ребят ремешки конечно дают свой плюс для этого браслета то есть улучшается его скажем так ну преобраза преобразует внешний вид скажем так резинка ну такое это резинка так классика спорта вот есть браслеты и металлические и разноцветные и желтые зеленые красные и текстильные ну то есть и миланская петля все есть все есть продажа для этого браслета вот его можно использовать какие плюсы браслета плюсы это опять же полет дисплей у летом а лет вот 2 плюс наличие nfc я вам уже говорил идете магазин расплачиваетесь где угодно где есть nfc чипы в терминалах встроены что еще классного в nfc не знаю про функцию android beam будем отдельный делать обзор что касательно смартфонов ну часов это как бы не касается но все равно nfc чип он бы нужен я считаю встроенный в данном смарт-браслете и опять же ребят цена качество если заказать конечно не волой в китае это будет еще дешевле но чем хорошо в магазине алло это то что там есть гарантия то есть по гарантии вы можете прийти обменять там сделать возможно какую-то дополнительную страховку на данный браслет смартфон 0 на любой гаджет вот в принципе это большой плюс и это вы знаете куда идти если приходит из китая да она будет дешевле но она может прийти бракованным когда-то у меня был такой случай что я приобрел из китая часы amazfit бип люди которые знают компанию сел хуами то есть это amazfit бип это сиоми дочерняя компания хуами выпускает amazfit бип они знают владельцы данных смарт часов есть так их можно назвать вот что они эти часы долго держат у меня они держали даже и суток не держали они должны держать хотя бы ну минимум две-три недели я их зарядил полностью за сутки разрядились то есть что брак ничего не сделать необходимо вот это вот заморачиваться с этими писать опять этим китайцам за то чтобы они вернули деньги какие-то прилагать там видео фото это все заморочки поэтому ребят это все лишнее лучше идите в официальные магазины конкретно в украине там алло комфи фокстрот альдорадо и так далее и берите по месту у себя это мой вам добрый совет если какая-то ситуация вы можете всегда прийти в конце концов если вы там особо в браслет не использовали или не использовали вообще ну посмотрели там дома походили подумали нет не ваша все поменяли течение 14 дней вам обязаны вернуть деньги либо заменить там на друг на другой товар с доплатой но там уже по месту это все соответствует соответствии с украинским законодательством ребят в россии я думаю что все то же самое вот в принципе основные моменты я сказал вот водозащита закаленное стекло 2 и 5 без покрытием против отпечатков пальцев ну конечно тут отпечатки пальцев она сказать что он не ляпается это так видите вода отпечатки все все это есть маркетинговый ход вот емкость аккумулятора 135 миллиампер часов время работы в обычном режиме 20 дней то есть это если не трекайте тренировки то есть не производите какие-то измерения бесконечные пульса но так я думаю не меньше недели полторы он должен выдержать но это мой предварительное мнение посмотрим что будет дальше будем все испытывать тестировать bluetooth серии 50 но это уже круто для такого браслета конечно сейчас есть bluetooth и выше серии ну вот то есть ребят все комментарии все замечания что хотели бы видеть на канале какого рода контент возможно подача другая вам было бы интересно все буду учитывать ребят пишите комментируете хвалите ругайте там все в комментарии лайки лайки дизлайки все от вас жду с вами был канал техно бар всем добра всем удачи и всех с праздником крещения всем пока